Я вот то есть составляю каждому человеку программу. Денис Капустин, президент Краевой Федерации Бодибилдинга, приехал в тренажерный зал специально, чтобы встретиться с нашей съемочной группой. Тренировки, что называется живьем, не проводят с пятницы. Сильно не расстроен, говорит и раньше, мог общаться и давать курс упражнений клиентам онлайн. А теперь это вообще новый способ сохранить форму на период карантина. Ведь вынужденные каникулы не повод бросать заботиться о себе. Наоборот, в такой период нужно заниматься даже больше, чем обычно. Даже если тренировки перешли в домашний режим. Сейчас, конечно, для того, чтобы тренироваться, есть все условия, кроме тренажерных залов. Но надо изыскивать какие-то резинки дома, отягощения какие-то нестандартные, жена, дети и так далее. Поэтому надо тренироваться, надо наоборот наращивать темп, потому что больше заниматься особо нечем. Денис показал нам самые простые упражнения, которые можно сделать и дома. Если гимнастической резинки у вас нет, ее заменит медицинский жгут. А вместо гантелей парочка упакова гречки. Нестандартное утяжеление аксиома домашних тренировок в каникулы. А вот целой футбольной команде, взрослая она или детская, онлайн тренироваться невозможно. К большому сожалению, констатирует тренер Динамо Алтая Андрей Клименко. Стадион, где обычно тренируются его юные воспитанники, пуст. Неделя перерыва на тренировочный процесс сильно не повлияют. А вот если выходные продлят, понадобится время, чтобы наверстать упущенные результаты. Если месяц-два мы пропускаем, то оно отразится, опять же, на физических кондициях. Это все дело скажется. Ну а так, месяц-два, да, упущен тренировочный процесс навыков с мячом. То есть, игровые упражнения. В этом, да, это скажется, я думаю, что не то, что не в лучшую сторону, но будет ощущаться, что дети после определенного простоя будут иметь какие-то там, условно, какой-то дискомфорт в этом плане. Срок выходных для юных спортсменов пока открыт. И когда они начнут тренироваться, неизвестно. Поэтому переходят на домашний режим. По заданию тренера делают планку и приседают. Кстати, держать себя в тонусе на каникулах может каждый. Для этого, по словам тренеров, нужно хотя бы делать зарядку по утрам и поменьше лежать на диване. Никита Ермаков, Андрей Печеркин. День с толком.